Всех приветствую, меня зовут Александр Идиванов, я черный пояс из команды Гаджиры джиу-джитсу, и это мой семинар по проходам гарда. Выбираю сторону, забираю захват за рукав. Раз, выключаю. С какой стороны я выключил его руку, с этой же стороны, с этой же ноги я начинаю подниматься в стойку. Не наоборот, если я начну подниматься наоборот, он начнет скручиваться под меня. Поэтому я начинаю вставать, раз, ногами вытяну. Когда поднимаюсь, правую ногу, правое колено прячу под таз соперника, чтобы меня вот здесь не свипанули, не раскрыли моё колено и не уронили меня. Правое колено чуть разворачиваю и вставляю под таз. Захват я люблю крест-накрест забирать, потому что я люблю в левую сторону проходить. Если я левой рукой буду держать захват, соответственно, мне левой рукой тяжело защищать будет захват, потому что у меня рука-то занята. Так, захват держу, ручка у меня обязательно натянута. Левой рукой начинаю счищать ножку. Раз, как только чувствую, что гард раскрыл, делаю раз, шаг назад и дальше вперёд, на не слайд отсюда. Раз, когда доделываю не слайд, раз, остаюсь боком и возвращаю таз полностью на поясницу здесь. Вопрос был такой ещё. Когда руку забираю, можно ли двумя руками, то есть забирать здесь захват? Да, можно, конечно, вы двумя руками можете против одной руки работать, это окей. То есть это даже ему, даже правильнее, потому что ему одной рукой тяжело защищаться против ваших двух. Что не сказал, единственное, именно не сказал, как правильно подниматься, да, с соперником. Я не вытягиваю соперника спиной, то есть я не вытягиваю его поясницу. То есть я не встаю вот так вот и не пытаюсь его здесь вот спиной вытянуть. Во-первых, это тяжело, во-вторых, немножко травмоопасно для поясницы. Если кто-то ходил, тягал железо, делал становую, делал её неправильно, он понимает, о чём я говорю. Соответственно, здесь принцип подъёма соперника такой же, как при становой тяге. То есть вы спину выпрямили отсюда и здесь ногами его вытянули наверх. Соответственно, здесь счистили, здесь дистанцировались, раз, перешагнули через ногу. И когда вы начинаете с человеком, если вы делаете не слайд, вы забираете андерхук. Смотрите, я и в сайт-контроле, и в принципе, когда я с андерхуком гард прохожу, я не люблю прям далеко вот сюда залезать. Особенно в сайт-контроле. Почему я не люблю далеко заходить вот сюда прям под подмышку? Я таз соперника не чувствую здесь. То есть, когда я нахожусь в таком, вот грубо говоря, даже сайт-контроле, он тазом может вращать вправо и влево. Ему проще защищаться. Поэтому я обычно прихватываю, если я забираю андерхук, я прихватываю именно ладонью плечо, а локтём я закрываю таз вот здесь. И в сайт-контроле то же самое. Вот я держусь здесь, начинаю тазом вращать. Он может вправо и влево крутиться. Когда я закрываю локтём, начну, ему уже труднее, таз становится менее мобильный у него. Поэтому, когда вы и с андерхуком пытаетесь зайти, то есть не вот сюда, сюда вы можете пойти, если вы хотите в дальнейшем на руку перейти. То есть, если вы сделали не слайд, а дальше перешли там на рычаг. Тогда вы можете далеко захват забрать. Если вы не целитесь на рычаг, вы целитесь на проход, тогда старайтесь контролировать именно таз. То есть, вы раз здесь зафиксировали, оп, не слайд. И когда сделали не слайд, обязательно вот этот вот маленькая деталь, которую мало кто делал сейчас, вы ногами возвращаете таз его обратно. То есть, вот он сейчас находится на боку, я возвращаюсь назад, я таз его разворачиваю. Ему здесь уже труднее разворачиваться, потому что, чтобы ему начать восстанавливаться, он должен сначала развернуться на меня и начать восстанавливаться. Соответственно, раскатываю его на спину, я его лишаю такой возможности и контролирую таз при этом. Окей? Давайте, раз, два, три. Следующая позиция, которую очень часто на соревнованиях вижу. Сейчас мы несколько вариантов прохода этой позиции посмотрим. Я, честно говоря, в названиях не силен, но, по-моему, он называется правильно не шилд хавгард. Вот когда вот такую вот позицию приходят. И здесь, особенно те, у кого сильные, длинные ноги, они постоянно начинают этим коленом работать и не дают вас к себе прижать. То есть, постоянно начинают вас растягивать и, особенно бывает, растянули и восстанавливают гард до открытого, спайдера, там, лассо, ворум и так далее. Я покажу несколько вариантов, как я прохожу. Первый вариант, он будет для человека, который сегодня смотрел Тайна Далпру, обучалки. Смотрите, здесь весом начинаю прессовать чуть колено, плечом. Забираю отворот, натягиваю. Не просто тяну к себе, я кисть разворачиваю и к себе. Если просто тяну, захват не такой сильный, то есть он может плечи оттянуть свои. Здесь тяжело держать. Но если вы кисть развернете, кто дождь, джиу, джиу, джиу и самбо, поймет почему. Захват обязательно должен быть развернут. Кисть разворачивайте и контролируйте корпус соперника. Левой рукой подбираю коленку снизу. Начинаю подниматься на него. Раз. Здесь. Чуть-чуть приподнял. Начинаю выпрямлять корпус. Корпус выпрямляю, левой ногой продолжаю давить. Я держал колено, когда поднимаюсь, левой ногой начинаю... Тьфу, ногой, рукой. Давлю на его голень. Колено выпрямил, увожу вовнутрь, придавливаю коленом голень. Не на лэгдрэк отсюда. Раз. Контролирую отсюда. Раз. Два. Теперь еще раз медленно. Как работает нога в этой позиции? С захватами все понятно, да, я думаю? То есть ничего сложного нету. Вопрос в том, как работают ноги. Смотрите. Я рукой контролирую эту голень, для того, чтобы он не начал заправлять обратные деларивы и так далее. Ногу прижимаю. Дальше. Смотрите. Коленку выпрямил. Раз. Закручиваю вовнутрь. Как только вовнутрь докрутил, начинаю придавливать голень. Хоп. Ногой. Дальше. Не отрывая колено от его голени, пятку к заднице, разворачиваю в сторону. То есть, если вы, например, знаете, такой дыр, когда соперник крючки заправляет, вы отсюда снимаете. Здесь, в принципе, то же самое. Вот это вот движение. Раз. Два. Хоп. Зафиксировал. Поднимаюсь. Ногу выпрямил. Хоп. Вовнутрь придавил. Здесь. И здесь. Когда прихожу в позицию лэк-дрэк, я понимаю, что человеку, чтобы восстановить гард из этой позиции, ему нужно вытащить эту ножку. То есть, вернуть свое колено. Да. Соответственно, другого варианта у него, ну, поясница восстановления, только чтобы он задницу поднимал. Но это тяжело, потому что я на нем буду лежать. Соответственно, когда мы благодаря соперника загоняем, наша задача первым делом выключить это колено, чтобы он его не достал. То есть, я могу здесь прийти, могу здесь прийти. То есть, моя задача максимально создать такое минимальное пространство для выхода этой ноги. То есть, я здесь зафиксировал. Раз. И захожу в сторону. Здесь. Единственное, еще дополню немножко. Я не люблю вот этот классический вариант сайд-контроля. То есть, мне не нравится контролировать соперника вот таким вот образом. Я всегда, если прохожу гард соперника, я всегда стараюсь приходить вот сюда. То есть, я всегда спиной своей закрываю его проход. То есть, когда я нахожусь здесь, он меня отжимает, и есть пространство для колена. Когда я нахожусь вот таким вот образом, вот здесь контролирую, мне не обязательно там отжимать его голову. Сайд-контроля. То есть, я контролирую отвороты, контролирую таз. Мне, в принципе, чтобы он не восстановился, надо контролировать только таз основное. Что все восстановление будет здесь происходить. Я здесь разворачиваюсь спиной, и ему здесь уже тяжело колено просунут, потому что здесь мой таз всегда, вот видите, я всегда плотно нахожусь к нему, и не даю ему колено просунуть. Если я нахожусь здесь, здесь ему же попроще, да? Даже если я буду сильно давить, у него все равно появляется пространство, куда свое колено просунуть. Если я к нему поясницей развернут, уже этого пространства нет. Еще раз полноценно технику и отрабатываем. Здесь значение не имеет, держу я здесь. Мне вообще не принципиальный ход захвата держишь. Начинаю здесь, поддавил, вернул на полную поясницу здесь, раз, выпрямил, вовнутрь, зафиксировал здесь, раз, пятку к себе, развернул, и сразу в сторону здесь. Здесь колено заблокировал, и захожу в сторону. Раз, два. Окей? Давайте, раз, два, три. Также по три минуты каждой две серии. Сначала все готовы. Отлично. Смотрите, еще один вариант. Вопрос был такой, что делать, если я соперника развернул, и он ноги скрестил? На самом деле, это еще проще. Проще, почему? Смотрите, я начинаю, все то же самое. Единственное, смотрите, небольшое замечание. Я вот сейчас смотрел, некоторые ребята прихватывали, то есть, грубо говоря, в районе, там, ближе к животу, да, в районе груди, отворот. Это не совсем правильно. Старайтесь, если вы боретесь с отворотом, старайтесь, брат, захваток можно ближе к шее, да, то есть, когда вы забираете захват ближе к его груди, к животу, у вас контроль слабенький, то есть, он может оттягиваться, может плечи свои оттягивать, да, то же самое, как и при борьбе в стойке, когда вы забираете отворот, вам с таким захватом тяжело соперника из равновесия вывести. Чтобы, понятно, я думаю, все понимают, чтобы сделать бросок, вам нужен захват, да, и вывести соперника из равновесия. Если соперника из равновесия не выйдем, бросок не получится. То же самое и здесь, если вы взяли недостаточно хороший захват, контроля не будет, поэтому цельтесь, захват как можно ближе к шее, чтобы здесь вы взяли и здесь были точно уверены в том, что он отсюда никуда не денется. Все то же самое, я забираю отворот, прихватываю штаны, возвращаю его обратно и вопрос был такой, он говорит, скрестил ноги и ничего не делает, то есть, ну, как бы он скрестил ноги, я не могу, он ногу мою заблокировал. Отлично, я здесь колено соединяю, увожу обратно не слой. То есть, этот вариант, если он скрестил ноги, он становится проще, потому что, как правило, если мы берем белых поясов, такое может быть, что он скрестил ноги и здесь проход простой, но, как правило, начинает там синий, пурпурный уже 100%, игра уже начинается более сложная и люди из этой позиции пытаются искать де лари ву обратную, де лари ву там, то есть, такие варианты. Но если он ноги скрестил, раз, то это еще проще. Я локоть с коленом соединяю и вывожу на не слайд. Потому что раньше мне, допустим, для моего андерхука мне мешала вот эта нога, то есть, он меня постоянно отжимал, он не доверяет здесь себя прижать. То здесь стало намного проще. Я раз соединил, поп вот сюда вернул обратно. корпус оставил, тазом его развернул. Вот еще раз. Раз. Корпус жестко поставил, дальше тазом доработал здесь. И здесь у меня уже есть андерхук. Раз. Прошел. Еще раз. Смотрите, если вам, допустим, тяжело, то есть, давайте еще чуть-чуть усложним. Вот в такой позиции. Не дает он колено поднять. Как отсюда колено поднимаю? Я чуть-чуть вес в сторону переношу налево. Ногу выпрямляю. Держи, нет, держи, держи. То есть, я ногу выпрямляю и раз, у меня на колено ставится. То есть, я вес чуть-чуть ногу свою разгрузил, чтобы она стала легкой для того, чтобы ее поставить. Если я буду здесь стоять, он мне будет всегда блокировать, не давать ногу ставить. Я чуть вес перенес, ножку выпрямил здесь, вам поставил. Отворот к себе, колено. Развернул, колено, руку соединил с моим коленом, тазом ушел вперед, вот сюда прям раз, а корпусом чуть-чуть в эту сторону поддаю. Раз, здесь, хоп. Андерхук. Дальше, дожимаю. Сайт контроль. Окей? Давайте, это прям по две минутки. Раз, два, три. В принципе, я, когда выступаю, когда борюсь, я, в принципе, в борьбе всегда стараюсь соперника, какой бы гард он ни брал, загонять именно в такие позиции. То есть, я стремлюсь именно загнать человека вот сюда. Понятное дело, есть еще большое количество гардов, да, и они, ну, как бы, есть у каждого гарда своя специфика. В принципе, это все, что я хотел показать, да, потому что это, как бы, самая частая вещь, которую я сам стараюсь делать. Единственное, что я вам подскажу, еще, разница между, там, гардплеером и гардпасером. Если гардплееру, чтобы быть хорошим гардплеером, нужно знать три, четыре гарда, и он их комбинирует, из них хорошо работает. Если вы гардпасер, вы должны знать, как работают все гарды. Потому что, если попадается гард, который вы не знаете, у вас будут проблемы, вы застрянете. Поэтому, в принципе, когда вы работаете сверху и попадаете в тот или иной гард, вы всегда должны отталкиваться от того, что вы знаете, как он работает. Да, то есть, будь то лассо, да, то есть, если он заправляет лассо, я знаю, что у него тут какие варианты. Либо подкручатся под меня новому оплату, либо большая часть свипов, а насчет того, что он это колено раскрывает и меня переворачивает. Соответственно, я буду всегда это колено здесь придавливать. Если он забирает лассо спайдер, например, да, тогда я сначала сбиваю спайдер здесь, потом уже начинаю сбивать его левую ногу верхнюю. Если он заправляет делариву, да, понятное дело, я сначала счищаю крючок, потом все остальное. И, ну, как бы на этом базируются, в принципе, все проходы гарда. Да, ворм гард, то есть, неважно, какой бы это ни был гард, вы всегда должны отталкиваться от того, что вы понимаете, как он работает, то есть, хотя бы примерно базовые какие-то вещи, и, соответственно, все эти вещи гасите до того, как вас начнут переворачивать или там искать какие-то сабмишины. На этом, в принципе, все по техникам. Сейчас поборемся. Я со всеми желающими с удовольствием. Да, да, первая схватка занята, поэтому следующие схватки без проблем. я готов.